Зенит без шести туров чемпион Зенит без шести туров чемпион Санкт-Петербургский клуб поддержал золотую победу над Краснодаром Коммерсант от 21 апреля 2019 года 9-11 В субботу в чемпионате России по футболу состоялись два принципиальных матча с участием претендентов на медали После того как Локомотив и ЦСКА сыграли в ничью 1-1 в столичном дерби, Зенит победил на выезде Краснодар со счетом 3-2 и увеличил отрыв от прямых конкурентов Петербуржцы набрали 51 очко и опережают занимающих второе место железнодорожников на 8 баллов Это означает что Зенит уже практически чемпион В 24 туре чемпионата России конкурентом Зенита представился хороший шанс приблизиться к лидеру и попытаться обострить борьбу за золотые медали И его нужно было использовать здесь и сейчас, потому что постепенно окно таких возможностей сужается, ведь до финиша первенство рукой подать Диспозиция в турнирной таблице выглядела следующим образом У Зенита 48 очков У Локомотива с Краснодаром по 42 очка У ЦСКА 40 очков Причем отставание армейцев сложившееся после поражения от Оренбурга на своем поле в предыдущем туре с высокой степенью вероятности уже исключало их из числа претендентов на чемпионство Более реальным ориентиром для них стало второе место и бонусная путевка в групповой этап Лиги чемпионов Кстати, в матче с Оренбургом ЦСКА потерял не только три очка, но и важного игрока-защитника Марио Фернандеса, который тогда получил красную карточку и поэтому пропускал дерби на РЖД-арене У Локомотива же отбыл дисквалификацию и вернулся в состав лучший бомбардир клуба в нынешнем чемпионате Таким образом, если у красно-сеных сразу просел правый фланг, откуда они часто и опасно грозят соперникам то у красно-селеных, наоборот, вырос атакующий потенциал К тому же главный тренер железнодорожников Юрий Семин максимально насытил группу атаки, которую составили пять футболистов Фото, Дмитрий Лебедев, коммерсант Тем не менее, в счет на 13-й минуте встречи открыл защитник хозяев Бенедикт Хеведес хотя голевую передачу ему отдал все-таки нападающий Федор Смолав Немец оказался один в штрафной площади гостей фактически в окружении четырех армейцев однако как-то сумел остаться невидимым из близкого расстояния в касание переправил мяч в сетку В дальнейшем ЦСКА столь грубых ошибок не допускал А на 40-й минуте индивидуальным мастерством блеснул Федор Чалов который легко раскачал своего опеку на Соломона Кверквелию и хитрым ударом пробил голкипера Маринато Гильерми В активе лучшего бомбардира чемпионата это был уже 12-й гол В перерыве выяснилось, что не сможет продолжить матч центральный защитник ЦСКА Родриго Бекау и его заменил Виктор Васин, не игравший из-за тяжелой травмы и длительной реабилитации больше года Но надежность армейской обороны в связи с данным обстоятельством не пострадала Во втором тайме обе команды гораздо лучше защищались, нежели атаковали Правда, в компенсированное время локомотив едва не выжил максимум из ничейного результата воспользовавшись тем, что ЦСКА пришлось заканчивать в меньшинстве Дело в том, что армейцы уже исчерпали лимит замен когда лишились еще одного центрального защитника Игоря Дивеева которого после столкновения с партнером унесли с поля на носилках Джефферсон Фарфа на 92-й минуте откровенно простил гостей после прострела Брайана Идову а потом удар Рефата Жималюдинова парировал Игоря Кенфеев В итоге один к одному, и такой исход устроил прежде всего Зенит чье лидерство мог поколебать только Краснодар В матче Краснодар, Зенит все ждали зрелищного футбола Во-первых, кубанцы уже давно и осознанно его пропагандируют тем более дома они всегда играют на победу а во-вторых, сама ситуация обязывала их рисковать и искать счастье в чужой штрафной что, в-третьих, давало зеленый свет петербургской контратаке Хозяев беспокоило отсутствие дисквалифицированного опорника Шарля Кабори У петербуржцев по-прежнему травмированы Далер Кузяев Александр Ерохин и Клаудия Маркизио Впрочем, у них и скамейка гораздо длиннее Между тем гости настолько агрессивно начали матч что за первые 10 минут создали сразу несколько голевых моментов Один Сердар Азмон мог отличиться, наверное, трижды Хозяев спас от неприятностей вратарю Матвей Сафонов а точнее, он лишь отсрочил их так как Зенит и дальше слишком легко взламывал краснодарскую защиту На 19-й минуте Сафонов совершил очередной сейф отражая удары Миллиана Регани но мяч отскочил к аргентинцу и тот навел уже на пустые ворота Артема Цзубу Форвард сборной России не забивал в нынешнем чемпионате страны с 7 октября прошлого года когда, к слову, от него досталось тому же Краснодару и вот, наконец, прервал затянувшуюся засуху Полностью провалив дебют встречи хозяева все же пришли в себя и очень быстро отквитали пропущенный гол на 25-й минуте Иван Игнатьев довел до ума комбинацию, которую пытался завершить Виктор Классон, но был заблокирован а вскоре острейший прорыв шведа с трудом остановил голкипер Зенита Андрей Лунев и все же по моментам краснодарцы заметно уступали команде Сергея Симака тот же Азмун под конец первого тайма попал в штангу из убойной позиции вообще матч целиком оправдал ожидания, а пожалуй, что и превзошел перечислить все эпизоды, которые могли привести к взятию ворот почти невозможно для этого понадобилась бы стенограмма игра напоминала поединок боксеров-легковисов которые в бешеном темпе обмениваются ударами на 69-й минуте со штрафного уже в третий раз в семи матчах забил новичок Зенита Ярослав Ракицкий стандарты он реализует, как пенальте Краснодару опять удалось отыграться и сделать это не менее красиво в добавленное время Моуиси оперировал мяч в сетку рикошетом от перекладины при этом арбитр Сергей Карасев добавил целых 8 минут потому что в концовке встреча приобрела очень нервный характер толкотня в штрафной площади петербуржцев перед подачей углового вылилась в довольно серьезной разборке в которой затем включились даже запасные тренеры обоих клубов за пределами поля так что Зенит успел вырвать победу на 95-й минуте и вновь о себе напомнил Дзуба который оформил дубль ударом головой после розыгрыша очередного стандартного положения по сути, Дзуба принес своей команде золотые медали не случайно, когда прозвучал финальный свисток петербуржцы так бурно радовались будто уже действительно выиграли чемпионат арифметически они еще, конечно, досягаемы, а практически нет трудно представить, что за оставшиеся шесть туров Зенит растранжирит восьмиочковый отрыв от ближайшего преследователя которым сейчас является локомотив Александр Ильин